Журнал «Форбс» сделал рейтинг из 10 самых важных переговоров в мире, которые могут состояться в 2024 году и поменять мир. На первое место журнал «Форбс» поставил переговоры по завершению войны между Украиной и Россией. И вот в этом контексте я хочу с этого начать. И потом, друзья, я думаю, что мы 10 не будем брать, а вот по мере как бы важности первые 5 мы с Димой обсудим. Остальные я просто вам все зачитаю. Значит, начнем с первых. Что важно? Уже на следующей неделе состоится встреча в Давосе на уровне советников и помощников-лидеров. Речь пойдет о «Формуле мира», которая инициирована президентом Зеленским. В принципе, если говорить о дипломатическом контексте и вообще о том, какие переговоры возможны, то, наверное, это единственные переговоры, формат переговоров. Ну, если бы представить, что мир таки объединился, и, собственно говоря, всей цивилизации заставить Россию принять наши условия, то есть завершить войну. В этом контексте, конечно, это самая работающая история, потому что... Я сейчас сошлюсь, вот сегодня еще очень интересная вышла в Блумберге статья. Они тоже говорят о мирном плане, и они говорят о том, что, по их информации, США и союзники провели тайную встречу с Украиной по мирному плану. 16 декабря в Саудовской Аравии состоялась секретная встреча между Украиной и ее союзниками из J7 и небольшой группой стран глобального юга. В ходе нее стороны обсудили «Формулу мира» и планы продвижения процесса мирного урегулирования, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем. Дима, скажи, пожалуйста, вот что ты ожидаешь от Давоса, насколько рабочей может быть «Формула мира», которую инициировал Владимир Зеленский, и что ты думаешь вообще о переговорах, о которых там многие западные СМИ пишут, с Путиным? Олесь, я думаю, что, конечно, «Формула мира» Владимира Зеленского, она рабочая, но она не может быть реализованной, пока нет предпосылок на фронте к этому, и пока Запад не начнет по-настоящему душить фашистскую Россию. Потому что то, что происходит сейчас, санкции, ну спасибо за санкции, это все здорово, но если они по-прежнему получают комплектующие запчасти и даже станки русские с Запада, ну о чем мы можем говорить? Как работают эти санкции? Больше всего я вижу, пока это работает в авиации, потому что за последние пять недель восьмое авиационное происшествие уже, я говорил в свое время и повторял это неоднократно, у русских скоро начнут падать самолеты. Мы это видим, мы понимаем, почему это происходит, парк ветшает, самолетный парк, запчасти не сертифицированные, которые они получают, их не обслуживают русских, ни Аэрбаз, ни Боинг, поэтому посмотрим, посмотрим. Но у них происходят уже инциденты авиационные один хуже другого. Но в других областях и отраслях и сферах экономики, но мы не видим такого влияния санкций. Мы пока видим, что дроны, которые прилетают в украинские города и ракеты, которые прилетают в украинские города, они состоят из подсанкционных товаров. Это самое вопиющее, значит санкции не работают так, как они задумывались. Вот когда будут работать санкции, тогда будет создана переговорная площадка, когда Россия поймет, что дело швах. А пока у них и деньги есть, ничего себе, за прошлый год 600 миллиардов долларов на торговле нефтью и газом, с Западом, между прочим, в том числе. Но у них и деньги есть, и обходные пути, санкции, и мясо навалом своего. А что им беспокоиться, собственно говоря? У них все нормально. Ну убьют еще 100-200 тысяч. Ну Путину на это глубоко начхать. Тем более, что русский народ это хавает. Ну вон Путин пригласил жен, вдов погибших мобиков с детьми к себе на Рождество в гости. Показал им свою конюшню, помолился с ними в своей церкви личной и поужинал. И эти уродки, вдовы мобиков, говорят спасибо вам, спасибо Владимиру Владимировичу. И на лошадок посмотрели. И пообщались. Ты ему говоришь спасибо за то, что он твоего мужа убил. Это он его убил. Но с этим народом можно делать любые эксперименты. Они будут кланяться и говорить спасибо. Это же уникальный народ. Уникальный. Этот мудак отправил на смерть сотни тысяч русских. Я про нас не говорю сейчас. А они ему говорят спасибо. Можно работать. Может такие были мужья, уроды, что эти жены, уродки, счастливы от них освободиться? А вот это не исключено. Возможно и так. Ой боже. Как же нам это произошло с соседями. Скажите про Леонида Черновецкого. Что вы думаете о его позиции о войне? Не, ну я думаю Леонид Михайлович просто реально тронулся. Сошел с ума. Я не знаю, что еще сказать. Я слушал, что он говорит. Ну реально он не в себе. Ну реально. Итак, друзья, продолжаем. Значит, как я уже сказала, журнал Форбса сделал рейтинг из десяти наиболее важных переговоров, которые могут состояться в этом новом году и изменить код истории. Первый пункт журналисты Форбса поставили на первое место переговоры по окончанию войны в Украине, между Украиной и Россией. На втором месте, Дима, вот я сейчас давай зачитаю, а ты то, что тебе захочется прокомментировать из этого. Ты прокомментируй. На втором месте по важности переговоры между Израилем и Палестиной. Третье место Армения и Азербайджан переговоры. Четвертое место США и Ираном по ядерной сделке. Пятое место. Что бы ты думал? Слушай, по правилам искусственного интеллекта. То есть по правилам использования, функционирования искусственного интеллекта. Потому что мы помним, что у многих ученых вызывают большие опасения то, что фильмы ужасов про взбунтовавшиеся роботы, искусственный интеллект, который берет управление человечеством в свои руки, и фильмы «Апокалипсис» непосредственно. Многие ученые боятся, что эти фильмы фантастика станут реальностью. Шестое место. Переговоры с Северной Кореей по ядерной угрозе. Седьмая ступенька по более эффективной ВТО. Восьмая ступенька США и Россия. Между США и Россией переговоры по контролю над вооружениями. Девятое место. Переговоры G20. И десятое место. Переговоры Амазона и CRM-компании Salesforce. Ну вот такая десятка. Интересно. Интересно. Нет, ну она выглядит очень правдоподобно. Я думаю, что так и есть. Думаю, что так и есть. Ты что-то хочешь из этого прокомментировать? Какие для тебя? Ну, кроме, смотри, кроме, понятно, по войне в Украине, это само собой. Кроме этого, ты считаешь какие-то переговоры реально очень важными, на которых ты хотел бы остановиться? Они все, безусловно, важные. Мне хотелось бы, конечно, чтобы в этом году закончились все краеугольные моменты в отношениях Армении и Азербайджана. И я думаю, что так и будет. Я думаю, что будет заключен договор о дружбе между Арменией и Азербайджаном. Это важно, кстати, и для Украины. Это говорит о том, что без России можно закончить даже такой многомноголетний конфликт. А то, что он закончится без России, это факт. Вот. Ну, да, все остальное понятно. Я думаю, что и в Газе все закончится в этом году. И даже может очень скоро. Ну что, идем дальше, друзья. И еще одна важнейшая тема, которая завтра поднимется в полный рост. Потому что именно завтра парламентарии обещают, что будет голосование в Верховной Раде. В первом чтении будет проголосован закон о мобилизации. И тут, конечно, тоже большой вопрос, какой из законов о мобилизации будет проголосован. Потому что в Раде, в Верховной Раде, на сейчас зарегистрировано пять версий этого законопроекта о мобилизации. Конечно, огромное количество украинцев волнует вопрос, каким же будет финальный вариант, который непосредственно станет законом, его нужно будет исполнять, закон о мобилизации. На сейчас что мы имеем? Мы имеем, что тот законопроект основной, который предложил Кабмин, он прошел уже слушание в комитете по коррупционным рискам. И комитет сказал, что там заложены коррупционные риски. То есть на сейчас мы имеем позицию офиса президента, которую озвучивал Михаил Подоляк, о том, что некоторые пункты самые дискуссионные будут изменены в законопроекте о мобилизации. Мы понимаем позицию президента, который сказал, что закон о мобилизации Украине нужен. И философия, собственно говоря, Владимира Зеленского, наверное, он даже ее вот так четко, прямо и в новогоднем обращении к народу озвучивал. Или ты воюешь, или ты работаешь. И в принципе, ну это понятно. Все должны делать, любой гражданин Украины, свой вклад в победу Украины. Или воюя, или работая, и таким образом эффективно работая, приближая победу. И вот тут вопрос уже, как воевать, непосредственно лежит в плоскости исполнительных органов и законодательного органа, а именно Верховной Рады и Кабмина, которые на сегодняшний момент должны выработать этот документ и принять его как закон, но так, чтобы не были поражены в правах. И там не было действительно ни коррупционных рисков, ни диктаторских рисков, ни каких иных рисков. Для того, чтобы этот закон о мобилизации усилил Украину в войне с Россией, а не наоборот ослабил, потому что, ну опять же, если говорить даже про экономическую составляющую, если проголосовать закон о мобилизации, который есть сейчас, то там может и экономический фронт обвалиться, да? Дима, скажи, пожалуйста, ты следишь за этой темой и что ты думаешь? Вот что завтра проголосуют народные депутаты, за какие нормы? Я чего улыбаюсь? Здравствуйте. У Гордона это пишут. Есть связи как с военными, так и с политиками. Можете им передать, чтобы когда мы будем запускать ракеты на Москву, чтобы они летели именно на Рублевку. Только так будет толк. Значит, по закону о мобилизации. Этот закон очень волнует общество, безусловно. И есть разные варианты, безусловно. Ну, я считаю, что закон будет принят, потому что без этого закона невозможно дальше бороться с русскими. Я бы, конечно, пошел на целый ряд шагов. Например, первое. Я бы разрешил частным военным компаниям из-за рубежа сражаться за Украину. Ну, если русские могут привлекать непальцев, там, кого угодно, африканцев, почему мы не можем привлекать, кого хотим? В мире есть целый ряд частных военных компаний, которые вооружены до зубов, которые имеют опыт боевых действий. Ну, мы тоже могли бы наверняка, оплачивая их, соответственно, привлекать их к войне против России. Это первое. Второе. У нас есть большое количество заключенных, которые приговорены к различным срокам тюремного заключения, и которые бы хотели пойти воевать за Украину по тем же условиям, по которым воевали те же вагнеровцы. Полгода повоевал, и тебе списывают твой срок. И ты свободный человек без срока. Естественно, я бы хотел, что если бы государство на это пойдет, чтобы это не касалось людей, осужденных за тяжелейшие преступления, связанные с насилием против личности. Потому что, как показывает опыт тех же вагнеровцев, они потом повторно совершают те же преступления на свободе, находясь. Ну и, наконец, мало кто знает, но Украина на третьем месте после России и Беларуси, кто имеет такое большое количество полицейских на 100% населения. То есть процент полицейских среди населения в Украине очень высок. Я думаю, что без ущерба для государства можно было бы отправлять полицейских на фронт. Они подготовлены все-таки. Кроме того, у нас большое количество военных пенсионеров, которые знают, как воевать, и они еще сравнительно молодые, 40+. Вот. Но это так, это мои рассуждения просто... Да, и я бы, может, поднял еще и зарплату тем, кто находится на передовой, если это возможно. Ну, думаю, что можно рассмотреть это. Вот это мои пожелания к закону, который будет голосоваться. Ну, я думаю, что стимулировать людей самим идти в украинскую армию, собственно говоря, на фронт, будет то, как правильно пропишут вопрос о демобилизации. То есть какое количество времени можно воевать, когда можно демобилизовываться, то есть чтобы это не было бессрочно. Тогда, я думаю, что это усилит и интенсивирует этот процесс. Ну, и, Олесь, смотри, и я категорически против, когда людей хватают на улицах. Я объясню, почему. Я же разговариваю часто с военными, но от тех, кого хватают и вяжут на улицах, и отправляют на фронт, на фронте нет никакой пользы, как правило, потому что нельзя сделать солдатом человека, который не хочет воевать. Ну, это... Ну, он или сдастся в плен, или делов там наделает. То есть тут есть моменты. Есть моменты. Вот смотри, я сейчас читаю, как раз новость появилась по поводу как раз законопроекта о мобилизации. Это заявление Алексея Гончаренко, народного депутата Украины. Он сказал, что закон о мобилизации, законопроект, не будут рассматривать Верховной Раде завтра, потому что ему необходимы ещё доработки в Комитете по национальной безопасности. Ну, ждём, друзья. Мы понимаем, что на днях состоится это голосование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова